Сергей, первый вопрос к Вам. Что для Вас является словосочетанием «русская мечта»? Какие ассоциации вызывает это? Ну, русское – это всегда что-то огромное, это пространство, да? Но это пространство населено частными людьми, частными, да? Для меня, конечно, я рассматриваю Россию вообще как такое сообщество частных личностей. Отдельных? Отдельных, да. И тогда для меня, конечно, это не общее такое поле. Васильки, красные, желтые, всюду, да? И для меня это… Уникальность? Мне кажется, что русский человек, в нём живёт невероятное желание осуществиться. И неважно, режешь ли ты статуи, кладёшь ли ты блок, бетонируешь ли или пишешь картину. Мне кажется, русская душа – это душа созидательная. Её духовность, как мне видится, она связана с тем, что он материализует. Его духовность материальна. Вот эти все герои Платонова, которые теперь равны героям Достоевского – это оказались не безумцы, а это оказались мастера. И вот мне кажется, что русская мечта – это такое очень живое начало, которое существует в духовности такого русского человека. И оно, как я говорю, оно связано с внутренним созиданием и внешним. То есть, для меня это не абстрактно, для меня это очень конкретный… То есть, он творец, русский человек? Да. Ну, то, что он творец, это… Творец. Он со-творец. Ну, для тебя вот максимальным выражением, может быть, вот этой русской мечты, какой из образов Платонова, того же Андрея Андреевича Платонова или Достоевского? Кто для тебя вот самый такой русский герой, если литературу брать? Ну, не знаю, это образ мастера для меня. Если у Платона – это образ мастера, который за какой-то гайкой видит уже космический корабль. Понятно. То есть, он с космическим прицелом мышления. Да, да. Хорошо. Сергей, вот такой вопрос. Как тебе видеться, как художнику, как гражданину, каким образом достичь национального согласия в России сегодня? Потому что у нас множество идеологий, но нету какой-то сродности, сродности. Какая идеология могла бы быть общей для всех? Вы знаете, мысль как бы не новая, но меня поразившая некогда мысль Павла Флоренского о Троице. То есть, в чем же таинство этой иконы? И как он очень точно заметил, что икона эта пишется в то время, когда в России полный разброд и жатание. И он очень точно замечает, что это, не хватает, очень точное слово есть. Ну, я назову так, как бы нежность взаимных склонений, которые существуют у этих трёх ангелов. То есть, мне кажется, что необходимы взаимные склонения друг перед другом, необходимо быть распахнутым и слышать всё-таки, потому что правда не может быть в одном месте. Слышать сердце другого? Ну, и так, да. То есть, вот это таинство собеседования ангелов, это умение вот расслышать другого или как? Абсолютно, конечно. Вообще, ведь диалог, есть как бы монологичное существование в мире, есть диалог. Я за такой диалог в жизни. Я за таинство взаимных склонений. Духовная миссия России в 21 веке, вот с точки зрения того эстетической, как художнику, что Россия может дать, подарить? Способна ли она что-то подарить? Кинематограф, театр, литература? Что мы сможем ещё сказать, веское? Мне кажется, что нужно вернуться к своим корням. Потому что сейчас, наблюдая и кинематограф, и театр, я вижу абсолютно западный продукт. Мы сугестивны, мы поддались как бы западным интенциям и совершенно потеряли какое-то своё бытийное начало, которое существует в нас. Своёобразие? Да. Ну, без сомнения. И, то есть, ты видишь, в театре ты видишь абсолютно классные картинки. Я уже называю это не спектакль, а весёлые картинки. Инсталляция. Журнал «Весёлые картинки». Я прихожу и листаю весёлые картинки. В кино я вижу массу коннотаций, которые взяты из других фильмов. И нет, и мне уже хотелось бы вернуть, по словам, как Пушкин мечтал вернуть нашему языку некую библейскую похабность. Мне бы хотелось открыть, как бы распахнуться к совершенно каким-то неведомым, но, как ни странно, корневым основам нашим. Потому что... Архаическим? Ну, это не обязательно архаит. Как вам... Это языческие основы? Какие они? Нет, это духовность. Это то, что мы зовём духовностью. Это то, что есть в героях, есть и в Пушкинском Пугачёве, и в героях Платонова, и в героях Шукшина. Тут невероятный накалм, трагизм и абсолютно бытийное присутствие в жизни. То есть, Шукшинский чудик, он не карбюратор, он не карбюратор ремонтирует. Для него это мистерия? Да. Он как бы корбит Африку. Одновременно? Да. То есть, это всеотзывчивость, опять-таки, получается по Достоевскому? И в этом, да. Всеотзывчивость... Это духовность. Мы всегда, мы настолько духовны, вот, может быть, вот эта формула Чехова, где Петя Трофимов говорит, а кто сказал, что у нас пять чувств? Может быть, у нас их сто. Мне кажется, вот Чехов, как прозорливец и духовидец, он увидел, что у нас сто чувств. И вот, наверное, раскрыть эти все сто чувств и есть русская мечта. Было бы великолепно. Сергей, если говорить конкретно о твоей мечте, вот, как режиссера, как сотворца, как художника, что ты хотел бы реализовать? Какую мечту? Вот, допустим, в частности, вот какой женский образ тебя больше манит, влечет к себе в постановке? Ну, мне кажется, вершиной такой является пушкинская Татьяна в нашей литературе. Это же цельный характер, он не предполагает каких-то там коннотаций, там, оттенков. Понимаете, ее мощь, ведь она не отказывает в любви. Она не отказывает в любви. Она будет жить с любовью к Евгению Онегину. Мне кажется, там есть таинство, вот, таинство ее брака с Гременом. То есть, мне кажется, что за словом «другой», но я другому отдана. Я буду век Ему верна, да? За словом «другой» стоит Творец, стоит Бог. Вот так даже? Ведь если Он изранен, она может быть девственна. Их проживание может быть девственным. Ну, ее любовь к Онегину. Ну, тогда кто Онегин по сравнению с Творцом? Это очень интересная версия, но она, мне кажется, не очень состоятельна. Он, нет, он, почему? Любовь, как бы, по Платону, да, не предмет любви, а любящее начало. То есть, в ней существует это любящее начало. И есть, ну, носитель. Потому что мы очень часто любим до саморазрушения, разрушения объекта любви. То есть, мы в объекте любви не наблюдаем отражения лика Божия. И разрушаем себя, и любовь, и Творца в результате. Ну, то есть, Татьяна Ларина тогда все-таки, она любит Бога, или она любит Вонегина Бога? То есть, вот как вот, более правильно? Ну, она наблюдает сквозь, сквозь Онегина, наблюдает Божественное, наблюдает Бога. Но это очень грубый, грубый расклад такой, грубый. Все это гораздо тоньше, конечно. Ну, она чистый идеалистический образ. В мировой классике, наверное. Ну, мне кажется, нет. Для меня это очень реальный образ. Очень реальный образ. То есть, этот архетип сейчас существует, Татьяна Ларина сейчас существует в России? Мне кажется, да. Да? Мне кажется, да. Ну, вот вы сталкивались с ней сами в жизни? Постоянно. Да? Да. Вам повезло. Вам повезло. И как там у нее? Голубые глаза? Что, омуты? Нет. Ну, не малиновый берет, конечно. У нее может быть и синие джинсы, и кеды на ногах, наверное. Но вот это любящее начало, она все-таки несет в себе? Конечно. Мне кажется, женщина настолько божественна, настолько выше мужского начала, что... Она ближе к Богу? Да. Мы только отражения некие. А она-то ближе вот в этом своем любящем там устремлении? Без сомнения.